Жить здесь хотят очень многие Как вы думаете, где богатые люди прячут деньги? Купаться здесь можно даже голышом Она сделана из отходов производства дорожных знаков А что этим хотела сказать автор? Просто взрыв мозга Что-то я все-таки забыла Всем привет, мои дорогие любители роскошных домов Меня зовут Саша и это проект Я дома Нереально по вам соскучилась Кстати, возможно, вы уже узнали пейзаж у меня за спиной Мы с вами в коттеджном поселке Кристал Истра Именно здесь снимались самые популярные ролики в интернете Когда-то здесь было прибежище блогеров И вот там на проходной девочке караулили Даню Милохину и ребят из Dream Team House Ну а мы сегодня здесь по другой причине Чтобы показать вам дом, который точно вас удивит Если вы готовы, ставьте лайк Подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик Так вы точно будете узнавать о всех наших выпусках на канале Поэтому лайк, подписка, колокольчик и погнали! Мы с вами в 15 километрах от Москвы В коттеджном поселке Кристал Истра Мы сегодня смотрим дом в центральной части поселка Он стоит на участке площадью 40 соток Сам дом 800 квадратных метров Ну и перед домом мы видим очень такую просторную площадку для парковки автомобиля При желании здесь встанет, наверное, целых 8 машин Это при том, что в доме есть свой собственный гараж на два машина Место Эта площадка вымощена гранитной колотой брусчаткой Она укладывается на цементное основание А вот эти вот стыки между плиточками Они засыпаются очень мелким гранитным песком Смотрите, что покажу Вот эта гранитная колотая брусчатка Так она выглядит Ее укладывают вот сюда И получается красивая площадка подъездная для автомобиля Рядом с домом есть дом для персонала Вот такой большой вольер для двух замечательных собак Которые бдят и охраняют эту территорию Вокруг дома высажен роскошный газон С автополевым предусмотрен дренаж участка Высажены декоративные хвойники По периметру растут туи И весь забор увидит диким виноградом Сегодня мы смотрим дом по мотивам стиля прерий Почему именно по мотивам? Дело в том, что за 120 лет стиль претерпел ряд изменений Стал более современным Вот, например, раньше такие дома должны были сливаться с природой Ну а этот дом, посмотрите Он буквально заявляет о себе на весь коттеджный поселок своим масштабом Отделан он натуральными материалами В нашем случае это камень-песчаник Это лиственница У дома система панорамного остекления Деревянными стеклопакетами Крыша в данном случае из меди Это невероятно дорогое решение Но зато очень эффективное С улицы заходим в холл Он довольно просторный Высота потолков здесь целых 3 метра И, кстати, потолок обшит досками из сосны За ними прячется проводка На стенах крупноформатный итальянский керамогранит Ну и слева от меня консоль Которая вырезана из дерева вручную На нее вы можете поставить свою сумку Бросить ключи от машины Или оставить зонтик Слева, казалось бы, еще одна консоль Зачем? Но на самом деле в этом стеклянном коробе спрятан радиатор Он здесь просто необходим Потому что за спиной у меня система панорамного остекления И в плохую погоду может образовываться конденсат Если помещение достаточно не прогревать А система теплого пола тут не предусмотрена Поэтому, конечно же, мы видим радиатор Но если вот это решение вам не нравится То вы можете установить сюда более современный дизайнерский радиатор Который будет смотреться как скульптура Или современный арт-объект Ну, а теперь я вам рассказываю планировку Слева от меня гостевой санузел Мы его прошли Чуть дальше гардеробная комната Ну, а мы делаем два шага вперед И правое крыло вот там дальше Это кухня, столовая и гостиная Слева тренажерный зал, гостевая спальня, библиотека, сауна и хамам А вот прямо передо мной бассейн Друзья, у нас сейчас есть просто невероятный выбор Куда пойти дальше И, собственно, с какой комнаты начать наш обзор Но давайте все-таки двинем на кухню Я уже вижу через вот этот стеклянный балкон Там интересно Вот она Кухня оформлена в новом для нас стиле Брутализм Уже по слову брутальный Понятно, что сегодня нас ждет кухня с мужским характером Такая, знаете, суровая, строгая, но очень современная Вообще брутализм очень любит различные такие суровые текстуры Например, бетон Ну, здесь бетона нет, его роль выполняет керамогранит под бетон на полу Также мы видим фасады из дерева и столешницу из нержавейки Как делаются такие столешницы? Берется лист ОСП и на него, на специальный состав, приклеивается лист стали толщиной, ну, где-то полтора миллиметра Таким образом, столешница получается очень прочная И на ней почти не остаются никакие повреждения Но здесь мы наоборот, смотрите, видим такие, ну, будто бы какие-то царапины, коцки Дело в том, что стиль брутализм очень правдивый И он любит вещи с дефектом Поэтому вот все эти повреждения нанесены специально Честно говоря, столешница очень классная И в профессиональных ресторанах вы можете увидеть именно такие Мебель для этой кухни была привезена из Италии Над рабочей зоной мы видим кухонный шкаф для посуды Чуть дальше раковина с вот таким интересным краном, смотрите Нажимаем кнопку и у нас такой душ, чтобы можно было мыть овощи Вернем, как было Идем дальше Открываем холодильник от тоже бренда Куперс Буш Ну, он пустой, нас сегодня, видимо, не ждали Дальше микроволновая печь И духовка Что-то я все-таки забыла О, точно Давайте отыщем посудомоечную машину Ну и в этом углу кофеварочка Понятно, что в таком доме обычной столовой быть просто не может Она здесь напоминает переговорную комнату в каком-то промышленном предприятии Посмотрите, даже светильники на потолке Будто бы кто-то оторвал кусочек бордюра и вставил туда лампу Зато как интересно смотрится В центре столовый большой обеденный стол из широких досок на массивных-массивных ногах Ну и вокруг вот такие кожаные кресла У которых подчеркнутые швы Потому что, как я уже говорила Брутализм любит такие детали и несовершенство Кажется, это кресло, ну оно все должно быть тяжелым И его отодвинуть просто невозможно Ну вот смотрите Оно на колесиках и просто катается идеально То есть тут здесь все продумано на все сто Чтобы попасть в гостиную, нам нужно спуститься на уровень ниже Заходим и сразу кажется, будто бы здесь не хватает мебели Но на самом деле это задумка дизайнера Такой интерьер как нельзя лучше подходит под стиль брутализм В центре мы видим кофейный столик Его столешница из состаренного дерева, которым будто бы поел древесный жук Столешница на металлических ножках Вокруг два массивных дивана И их недостатки, они тоже подчеркнуты Будто бы кожа потрескалась со временем Ну и также подчеркнуты все швы Это соответствует нашему стилю В этой комнате есть два типа освещения Техническое на потолке Мы видим такие небольшие светильники И декоративное Ну и несмотря на все приемы Честно говоря, у меня создается такое легкое ощущение дискомфорта в этой комнате Кажется, будто бы я попала в какое-то будущее далекое-далекое На самом деле, для стиля брутализм это нормально, так и надо Стиль должен слегка на вас давить Но, может быть, некомфортно По традиции, в дорогих домах, тем более такой большой площадью 800 квадратных метров Обязательно должен быть камин Интересно, заметили ли вы его на предыдущих видео? Он здесь точно есть, смотрите Вот это стена из панели из гималайской соли Которую мы обычно видим в саунах, в санузлах Здесь такой декоративный элемент камина Сам камин прячется вот за этой металлической панелью Это биокамин с помощью вот такой волшебной палочки-ковырялочки Мы отодвигаем заслонку Сюда заливается специальная жидкость-бензин И камин наш поджигается Красивый мы будем видеть языки пламени Когда он будет работать Такая вот прикольная штука Очень, кстати, хорошо вписывается именно в данный интерьер Потому что любой другой камин с трубой Даже в стиле Фрэнка Ллойда Райта В современный интерьер, тем более в такой футуристичный Вписался бы, ну, вряд ли Конечно, обязательно атрибут гостиной Это огромный телевизор с мощнейшей стереосистемой А вот пульт управления больше напоминает Какой-то такой, знаете, прибор для перемещения во времени Или пульт управления космическим кораблем Можно выбрать программу И, как сказал Юрий Гагарин, нажимаем кнопочку Поехали! А вы обратили внимание, что на мне сегодня необычный образ? Он подбирался как раз, учитывая вот этот интерьер И, кстати, это костюм от бренда Second Skin Прикольный, да? Мы переходим в противоположное крыло Смотрите, дверь справа – это гостевая спальная Слева – это библиотека Ну, а мы идем в зону спортзала Где у нас находится сауна Ну и душевая кабина Вообще, это первый дом, где бассейн и зона спа разделены Ну, наверное, потому, что все-таки это пространство предполагает наличие каких-то интересных массивных тренажеров Чтобы сразу после тренировки вы могли расслабиться, попариться, принять душ или даже попариться в бочке Для бассейна в этом доме построили целый отдельный павильон Его стены обшиты пробкой из дуба На полу мозаика из настоящего мрамора И мозаикой выложена чаша бассейна Кстати, его длина целых 12 метров У бассейна есть вот такой тент, чтобы его можно было закрыть, когда им не пользуются И система подсветки, чтобы можно было устраивать крутые вечеринки Рядом с бассейном мы видим зону для отдыха С лежаками, тренажерами и декоративными столиками Кстати, этот павильон имеет максимальную приватность Потому что по периметру его окружают туи Так что купаться здесь можно даже голышом Нас уже ждет Иван Ивлеев Генеральный директор агентства элитной недвижимости Get Home Иван, здравствуй Всем привет Мы сегодня для тебя небольшое приключение Ура, ура, ура Я люблю приключения В нашем прекрасном доме есть лифт Мы сегодня на нем прокатимся Я впервые вижу, чтобы лифт работал Мы снимали дома с лифтом, но они, к сожалению, были выключены А сегодня нам повезло А здесь все рабочее В этом доме установлен прекрасный гидравлический итальянский лифт Лифт идет с первого по третий этаж Прямо из гаража можно попасть к себе в спальню И вот мы в поле третьего этажа Слушай, ну, наверное, дорогая игрушка Сколько стоит в доме установить такой лифт? Ну, начнем с того, что не в каждом доме вообще возможно установить лифт Какой он большой бы не был Потому что нужна специальная большая шахта Подготовка в фундаменте Ну и лифт итальянский сейчас довольно сложно достать Ну, такой хороший Роллс-Ройс Да, в доме Ваня, мы в поселке Кристал-Исра По крайней мере, я впервые Насколько это престижное место и насколько дорого здесь жить? Это один из премиальных поселков Новооружского шоссе Дорого относительно Потому что коммунальные услуги здесь составляют Имеется до поселкового сбора порядка 30 тысяч рублей Согласись, не каждая квартира в Москве столько стоит Все остальное по счетчику Ну, плюс еще, конечно же, мы берем обслуживающий персонал Отдельно домик для которых есть у нас на территории Ну и электричество Мы сюда поднялись на лифте И при этом абсолютно проигнорировали лестницу А зря Посмотрите, какие красивые стены в лестничном холле Они выложены шпоном натурального камня Это норвежский сланец потрясающей красоты рисунок Переходим чуть дальше вглубь В комнату и за спиной посмотрите Там светящееся панно из настоящего мрамора Это сорт палисандра Мрамор приехал из Индии Он невероятно красивый Там есть такие интересные серебристые вкрапления Ну и под самым потолком Самая высокая точка крыши Это зенитный фонарь Через который в солнечный день сюда попадает свет Ну а в темное время суток Мы можем включить вот эту красивую дизайнерскую люстру из хрусталя Дальше две спальни Вообще каждая спальня в этом доме удивляет своим цветовым решением Например, вот эту спальню члена нашей съемочной группы окрестили спальней красных фонарей Я думаю, что не нужно объяснять почему Два вот таких декоративных светильника в форме эйфелевой башни задают ей настроение Ну как вам обстановочка? Оцените цветовое решение Мы с вами привыкли, с одной стороны, к минимализму Которую мы часто видим в Миллениум парке и подобных коттеджных поселках А тут сразу видно, человек любит цвет Ну и в центре вот такой вот дизайнерский большой элемент Это часы, которые, как мне сказали, привезли из Франции Что мне понравилось, так это необычно низкая кровать Я не знаю, для кого предназначена эта спальня Но она очень-очень удобная Сидеть и даже лечь на нее просто кайф Владельцы этого дома очень много путешествуют И привозят для своих путешествий необычные вещи Например, по всему дому стоят нереально дорогие раковины Пластиковые Так вот, как пластиковая раковина может стоить, ну, очень много Дело в том, что к этой раковине есть вот такой специальный пульт Мы его включаем, и наша раковина начинает сиять разными цветами Мы можем поставить ритм подсветки, разные режимы, выбрать ее цвет В общем, вот такое прикольное баловство для детей, самое то Ах да, здесь еще пластиковая ванная, и она тоже светится Что, вы думали, вы уже тут все посмотрели, все видели? Нет, ребята, самое вкусное я вам оставила напоследок Это мастер-блог И тут, конечно, просто взрыв мозга Вот, например, такой вот пуфик с бабочками С какой-то позолотой резьбой Кровать за 20 тысяч евро С палантином Даже, говорят, привезли откуда-то из-за границы Утверждают, что это ручная работа Посмотрите на этих сытных осетров На эту вот гордую птицу с одной ногой в изголовье Справа от меня софа с вот такими вот стразинами, с подушками, которые окантованы пером страуса Наши девушки, которые приехали с нами, которые помогают нам снимать Они увидели эти подушки и влюбились, потому что каждая девушка мечтает себе иметь в гардеробе платье из пера страуса Они, в принципе, дорогие такие платья А тут, смотрите, какая красота на подушечке И таких подушечек тут, ого-го, сколько! Ну и, как вы думаете, где богатые люди прячут деньги? Я показывала вам сейфы для драгоценностей в спальнях Но тут у нас вариант гораздо, я бы сказала, изобретательней Прямо передо мной стоит вот такой вот вроде бы пуфик Но легким движением руки мы поднимаем крышку И там у нас секретное отделение Бывают комнаты, в которых описать дизайн Просто не хватает слов И я не шучу, смотрите сами Здесь одни эмоции Я сижу на кресле из синего леопарда В синей-красной комнате За спиной у меня невероятный серебристый комод То ли Дольче Габбана, то ли Версачи Судя вот по всем этим золотистым элементам И, честно говоря, я не могу даже представить Для чего нужна эта комната, кроме как играть в карты На деньги! Ну а теперь фишечка этого дома На лифте спускаемся на минус первый этаж И как раз идем в гараж Здесь он просто нереально крутой Посмотрите Несмотря на то, что это, по сути, подсобное помещение Стены оформлены под бетон С вот такими вот хромированными, очень стильными панелями И также все двери здесь под хром Они абсолютно зеркальные Два классных автомобиля За спиной у меня специальная комната Где может отдыхать ваш шофер Или ваша служба охраны И там есть свой отдельный санузел На улицу открываются вот эти вот большие вот ворота Или, если нужно просто выйти одному человеку Есть специальная дверь Друзья, наш обзор подходит к концу А даже жалко, потому что этот дом производит неизгладимое впечатление И я уверена, за все эти яркие подаренные эмоции Он заслуживает вашего лайка А еще не забудьте подписаться на наш канал И поставить колокольчик Для нас это важно Я вас люблю, целую И до новых встреч Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok